Влада делится про Айваску, свой опыт рассказывает. Я считаю, что ты сидишь в церемонии, в таком медитативном состоянии, да? Каждому называть это по-разному. Кто-то называет наркотическим воздействием, кто-то называет... Я придаю этому более spiritual meaning, потому что ты соединяешься с твоим Высшим Я, с Богом, с Вселенной, не знаю, как хочешь называть. И вот, мое самое большое открытие для меня было, когда Айваска показала все мои страхи, дала им почувствовать, показала мое самочувствие без них и разницу. В чем разница, есть иметь их или не иметь. И вот как эти страхи просто тебя держат перед твоим успехом, достижениями. И вот, чтобы их не иметь, это твой выбор. Ты просто отбавляешься от них, выбираешь осознанно, что ты не хочешь, руководствоваться со своими страхами. И твоя жизнь не подходит по успеху, и любое достижение, вот так у тебя впереди над ладоней. Все. Как только ты избавляешься в этих страхах... Кстати, здесь один парень и есть вот этот салават. Это интересно. Три раза ты уже делала, да? Вау, а зачем так у нас? Вот этот парень и салават. Первый раз ты не понимаешь, что происходит. Ты боишься, ты не можешь расслабиться, ты пытаешься контролировать. Второй раз ты уже более глубоко погружаешься. Каждый раз помоюсь. Кто-то делал один раз в жизни, и для них супер-классно. Первый раз, чтобы мне было сложно, непонятно, страшно. А в третий раз уже... А ты ездила, это дело в... Здесь, в моей идее. Здесь шаманы, которые приезжают. А там же там bad treat, хороший treat. Такого не хватает. Я не верю. Сколько стоит? 400 долларов за всю ночь. На всю ночь, да. Там никто не блевал? Да, да, да. Ты тоже... Один раз, да. В общем, мы сидели... Ты пьешь какую-то сеть? Ты пьешь айваску? Это специальные отвары страны. Ты постараешься. Которые привозят или вас в Розили, вы из Перу. Я очень хотела. Я на самом деле просто вот так согласилась. Мне сказала, что я иду. Я говорю, окей, там нельзя держать диету. Держать диету. Держать диету. И вот так пошла. Ничего нельзя. Сладкого, нельзя жирного, нельзя мясо. Все. Рыбу можно. Нет, может так нельзя, если это разные партнеры. Если ты там уже... Разрешается. Окей. Я тут все знаю. Можно сказать. Ребят, вот так в Майами встречаешь высоко осознанных людей. Понимаете? Каждый второй такой. Девчонки, вы уже следующие? Да. На Айваске. Со страхами бороться. 10-11 мая. 10-11 мая. Сразу реклама пошла. Все. 300 долларов. Ну, сейчас я знаю, что трипы с грибами здесь делают. 5 тысяч долларов трип грибной. Меня приглашали. Да ладно. Да, на грибной трип. Пять дней идет. Идай, ты пойдешь на грибной трип? Нет, ну для меня это будет слишком. Я на самом деле на грибной не приглашаю. 5 тысяч долларов или грибы? Хороший вопрос. Но если вы пойдете, то и я пойду. Я на Айваску иду. Нет, ну на Айваску, ты знаешь, я просто знаю, что у меня есть два человека, который один говорит, что он сошел с ума. Реально. Он все продал. Он говорит, я больше мне ничего не надо. Но я считаю, что это предрасположенность просто людей. Это реально. Если у него психика нестабильная, то тогда да. Но вот как ты, допустим, третий раз уже она пошла домой. Интересно. Я принимаю такие решения, вы даже не представляете, какие сложные. И говорит, благодаря Айваске я все разрубливаю. Мне приходят решать вопросы люди, вот другие прилетают. Слушай, мне надо в моргиче такой имплемент. Он такой посидел такой. Некоторые говорят, что грибы так работают. Реально. Тебе как будто ты подсоединяешь к нейронке. И эта нейронка дополнительно решает все свои вопросы. Так что давайте. Короче, всегда есть выбор. Либо грибы, либо Айваска. Либо медитация. Есть разные варианты. Я ходила на четырехдневный курс по медитации от Инду. С Инди приезжали учителя. У них свой экран. И ты сидишь медитацией. Человек сидит в одной комнате. Просто медитирует. Там нет чай, не воды, ничего. Четыреста. Вы сидите, медитирует я. Четыреста. Четыре дня без водой. Я выходила домой спать. Восьми утра до вечера вечера. И не ешь. Это коллективная медитация? Слушайте, а что насчет вот этого? Випассана, когда десять дней молчишь. Это приклинило меня. Випассана, да. Для меня тоже с тобой. Я вот уже так делал. Ты купил сайты. Да. И я.